Американский институт исследования войны говорит о том, что, скорее всего, там будет повторен Мариупольский сценарий. Вы видите какую-то возможность для Украины избежать повторения этого Мариупольского сценария для вот этой северодонецкой агломерации, Лисичанской, северодонецкой, рубежного? Ну, естественно, есть такой классический военный метод отойти, оставить эти позиции в Северодонецке, отойти на правый берег Северского Донца, за счет чего укрепить фланги этого выступа. Ну, и сейчас, на данный момент, противник пытается провести тактическое окружение нашей группы в районе Золотого Горского. Почему? Потому что вот эта группировка Попаснянская, так называемая, которая прорвалась, я вам напомню, там, где-то полторы недели назад она прорвалась, совершив тактический прорыв на север, от Попасной, там, в сторону Камышевахи и Урубовки. Вот. Они пытаются этот тактический прорыв, значит, расширить до оперативного уровня, вот, то есть выйти в район Верхней Каменки, там, каплей, для того, чтобы перерезать основные коммуникации, которые питают северодонецкую, Лисичанскую, нашей группировки. Но продвигаться вперед на север они не могли. Почему? Потому что у них на правом фланге висела вот эта группа в районе Золотого и Горского, короче, на их правом фланге. Поэтому они временно остановились и перенацелились именно на Золотой и Горской. Если выйдут, если я вас правильно понял, если украинская группировка выйдет из Горского и Золотого, то возможности, ну, будет перерезана вот эта вот трасса и возможности отступить уже из Лисичанской не будет украинским военным. Нет, вы неправильно поняли. Дорога идет до Верхней Каменки основная, с Лисичанской. Там она раздваивается. Там поворот на Бахмут есть и поворот на Северск. Северск, точнее, если по-русски, там украинскую Северск, русский Северск. Значит, смысл этой операции вообще противника состоял в том, чтобы двумя сходящимися ударами с севера и с юга выйти где-то вот в район Верхней Каменки и перерезать, то есть в ключевом пункте в районе Верхней Каменки обе эти дороги закрыть. Но северной группировки, так называемой, Лиманской, надо будет для этого форсировать Северский Донец. Сейчас, на сегодняшний день, они могут прорваться, форсировать Северский Донец на участки между Райгородком и Шипиловкой. Вот, ну приблизительно. Наиболее оптимальный вариант для них, это где-то район Серебрянки, Белогоровки. Вот, они могут именно вот в этих местах, это наиболее близкое место там излучение Северского Донеца, при форсировании которого можно именно в этом месте прорваться, ну, короткий путь наиболее к Верхней Каменке. И с юга наступает Попаснянская группировка, которая рвется туда вот тоже к Верхней Каменке для того, чтобы закрыть это кольцо. Но я же говорю, они временно остановились, решая проблему Золотого и Горского на правом фланге своим. Вот, почему они не могли наступать на Север дальше, потому что у них на правом фланге висела наша тактическая группа войск, которая им угрожала перерезать коммуникации. Поэтому, вот, это смысл той задумки, замысла вражеского командования, который состоял в окружении группы войск нашей, которая оперирует в районе Северной Донецка или Сечанской. Как противостоять этому? Ну, я же говорю, если мы оставим позиции на левом берегу Северского Донца, отведем часть войск, за счет чего усилим фланговые наши силы и средства. Ну, я же говорю, решение какое-то конкретное, это за Генеральным штабом вооруженных сил Украины. Вы упомянули Белогоровку, там, где, с вашей точки зрения, оптимально форсирование врагом Северского Донца. Там же уже была попытка определенная перекинуть. А что-то изменилось с тех пор? Да, они пытались сходу там форсировать. Когда они проводили операцию по взятию штурма Лимана, в рамках этой операции, ну, не защищали этот берег. То есть, они наступали на позицию сил обороны Украины, которые удерживали еще позицию на левом берегу Северского Донца в то время. И вот в рамках этой операции им удалось выйти на этом участке, в районе Белогоровки, ну, еще и в районе Сереблянки, выйти к Северскому Донцу. Они попытались сходу. В военном искусстве, в военном деле есть такое понятие, то есть на плечах отходящего противника, там, значит, ну, сходу. Если противник отступает, не может зацепиться где-то, организовать новые рубеж обороны, вы максимально дальше в глубь его боевых порядков передвигаетесь. Вот они, согласно этого положения оперативного искусства, они попытались сфорсировать сходу, вот, и захватить плацдарм в районе Белогоровки. Ну, и даже двинули туда батальонную тактическую группу специально для этого. Господин Баршавец, ну, давайте о сообщении генштаба ВСУ свежих. Россия удерживает до трех батальонно-тактические группы подразделения ВДВ в Брянской и Курской областях. Где они их всех берут? Ну, вот, постоянно какие-то пополнения идут, я так понимаю, ну, это около полутора тысяч человек, до двух тысяч человек. И куда они пойдут, с вашей точки зрения, зачем они там сейчас удерживаются? Да, они там, до трех батальонных, там больше. Ну, я вам, например, скажу, в юго-восточной Белгорода развернута целая дивизия полнокомплектная. С двумя мотострелковыми танковыми полками, с артиллерийским полком. С всеми, там даже и ракетная бригада развернута. Ну, то есть, сил и средств у них хватает. Куда пойдут, ну, куда решит их командование военное, примет какое решение. Ну, возможно ли вот усиление вообще теоретически вот этой вот группировки в Луганской области? Туда есть вообще, куда еще бросать силы и средства, и личную силу, и технику? Или там уже сейчас все по максимуму, и, скорее всего, туда они не отправятся? Куда бросать всегда есть. Было бы что бросать. Ну, и есть у них резервы. Это очевидно. Почему? Потому что постоянно, мало того, что они осуществляют текущее двойство, то есть доукомплектование вследствие понесенных потерь. То есть они доукомплектовывают личным составом и техникой свои передовые подразделения. Так они еще и накапливают, пытаются накапливать оперативные резервы. Не просто там тактические какие-то там выделяют часть силы и средства, а пытаются накапливать оперативные резервы, то есть те, которые носят оперативные значения.